Историю всего завода и историю того, как вы пришли на него, что было, что стало и что будет. Потом мы дальше построим нашу работу. Завод был основан в 1861 году, почти 150 лет назад. С 1861 года я истории не знаю. До прихода Гиппократ завод принадлежал группе заводов, принадлежащей компании «Симбирск спирт». Это был Муловский спиртзавод. Вообще в Муловке было несколько предприятий, которые, так сказать, в советские времена были поселкообразующими. Это был Муловский спиртзавод, был Муловский колхоз и было Муловское животноводство. Там около 4 тысяч голов скота, но насчитывали. Колхоз не был у нас тоже. Был колхоз. Так, давайте так, никого никто не перебивает. Каждому дадим слово. Завод работал на картошке, потому что колхоз заготавливал эту самую картошку, потому что в советские времена более дешевого сырья не было, поэтому в основном работали на картошке и на Муловке. Перерабатывали в сутки, перерабатывали где-то около 50 тонн картошки. У меня данные эти есть, они официальные, они в Муловке есть. Пруды, которые существуют в Муловке, кроме фабричного пруда, именно пруд Красотка, был создан для нужд спиртзавода. Эти данные есть тоже в Муловской администрации. Есть паспорт пруда 1956 или 1954 года. То есть этот пруд был создан именно для нужд спиртзавода и для нужд колхоза. Мимо завода была, сейчас ее нету, текла старая речка Ершовка. Эта речка как раз текла от протекала, от животноводческого комплекса. В данном пруде обрабатывалась эта картошка перед тем, как поставиться на завод. Завод работал в основном, Муловский спиртзавод работал в основном в осенне-зимние периоды. Летом месяца на четыре вставал на профилактику. Барда от Муловского спиртзавода распределялась на тот момент начальником райкома, потому что скота было много, скот кормить было нечем. Да, процентов 80 барды раздавалось. Остальная барда, естественно, не перерабатывалась. Частично она сливалась в пруд. Частично сзади завода был котловак. Для этого в пруду были построены патеры, так называемые. Они проходили по одну красотке, чтобы стоки вымывались. Гиппократ пришел на банкротящийся Симбирск спирт. Это 2003-2004 год. Предприятие в тот момент активно банкротили. Что тогда было? Забора не было. Вообще не было забора. Стояла одна ректификационная колонна на полторы тысячи долг в сутки. Старая. Котельни практически не было. Часть янкосного оборудования была разворована. После экспертизы этой колонны на полторы тысячи она могла производить спирт максимум высшей очистки. То есть дальше другие виды спиртов она производить не могла. Соответственно, в 2004-2005 год полностью модернизирован был завод. Во-первых, мы всех сотрудников завода собрали тогда. Мы еще не знали, какой спирт мы будем производить. Собрали всех сотрудников завода. Директором завода был назначен Плохотин Виктор Васильевич. Очень авторитетный спиртовик. Соответственно, и Горохову, начальника лаборатории. В общем, Макеева. Все, кто работал на Симбирске спирте, мы всех собрали. Поэтому первая модернизация завода произошла. Поставили на тот момент, на 2004 год, новый современный аппарат. Производительностью 3000 долг в сутки. Получили лицензию в Россельхознадзоре. Тогда они лицензию выдавали на производство спирта. И начали производить спирт. Вторая модернизация у нас это 2005-2006 год. Тогда было принято решение производить именно лекарственные средства. Спирт этиловой был приглашен, но он корифей российской спиртовой промышленности, профессор Перелыгин Виктор Михайлович. Он сам с Москвы, с этого института спиртового. Перед ним были поставлены задачи получить фармацевтический, медицинский 95% спирт. То есть на тот момент 95% спирт в мире без добавления воды никто не производил. Вся спиртовая отрасль говорила о том, что 95% спирт, качество которого, физико-химии которого бы соответствовало минимум люкс, а по ТЗ альфа произвести невозможно. Альфа это самый высший спирт по физико-химии. Соответственно, к 2009 году Перелыгин с этой задачей справился, получил патент. Он у меня с собой, мы соискатели данного, совладельцы данного патента. Соответственно, в 2009 году была получена лицензия на производку лекарственных средств. То есть Гиппократ стал фармацевтическим предприятием. Данное обособленное подразделение стало фармацевтическим предприятием. Был зарегистрирован первой в стране лекарственные средства субстанцией жидкой спирт-этиловой 95% полученный реку удостоверения. Соответственно, вот с 2009 года и получена лицензия Росздравнадзора на производство лекарственных средств. Следующая модернизация у нас произошла в 2013-2015 годах. Когда возникла необходимость и возникло желание получить европейский сертификат, он называется GMP. Тогда произошла третья модернизация завода. Опять же, завод был практически полностью модернизирован. Частично была изменена технология. Была произведена частичная замена старых зданий и так далее. В 2016 году мы получили международный сертификат GMP. Это надлежащая производственная практика при производстве лекарственных препаратов. Соответственно, в 2016 году объем производства мы увеличили в два раза. То есть был поставлен еще один аппарат. И в 2016 году у нас началось строительство участка по переработке барды. По-русски он называется бардзавод. Соответственно, к 2017 году был построен полностью бардзавод и отлажен процесс переработки барды в сухой кормопродукт, который производится по сей день. На сегодняшний день у нас в планах четвертой модернизации завода. Поэтому мы и не делаем вот это вот сейчас старое профильное уже такое полуразрушенное здание. Потому что мы планируем в этом году замену одной из колонн, одной из установок. И строительство очистных сооружений. Очистные сооружения выбран у нас подрядчик от компании «Колосс». Были мы на производстве. Производство располагается в Самаре. Они делают полностью очистные сооружения. Мы определили, что мы идем по аэробному и анаэробному пути. На сегодняшний день первый договор на аудит производства заключен. После аудита производства будет заключен основной договор на проектирование и строительство локальных очистных сооружений. Вся данная процедура проходит под надзором Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области. То есть надзор за ходом данного процесса, за заключением договора и так далее. Соответственно, мы отчитываемся в Росприроднадзор о каждой стадии. Это планы на будущее. Замена колонны у нас происходит с тем, что мы собираемся выйти с своей субстанцией на рынок СНГ. А, еще я не сказал, что в 2017 году первые в стране получили лицензию и зарегистрировали лекарственный препарат для ветеринарного применения. И удостоверение в стране такое одно пока. Соответственно, к фармсубстанции, к лекарственным препаратам для медицинского применения мы еще стали производить лекарственные препараты для ветеринарного применения. Это все тоже на этом же предприятии. Продолжение следует...